27-я средняя школа, участок номер 20. Председатель избирательной комиссии просит присутствующих убедиться, урна пустая. После опечатывания. Теперь наблюдатели фиксируют, все сделано по правилам, можно приступать к работе на часах 10.00. При входе на избирательный участок каждый избиратель может воспользоваться средствами индивидуальной защиты. Для них приготовлены маски в индивидуальной упаковке, перчатки и антисептики. Еще одно из нововведений – кабинки без штор. Опять же, забота о здоровье людей. Чем меньше прикосновений к предметам, тем безопаснее. Места для голосования также ежедневно будут дезинфицировать. Не забыли на участке про людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих – увеличительное стекло и трафарет. И галочку можно ставить без проблем. Поводы прийти заранее у всех разные. Одни лето проводят на даче, другие не хотят толпиться. Но все сходятся во мнении. Участие в выборах необходимо. Хотим жить мирно, ходить, чтобы не бояться ничего, как у других стран. Чтобы дети наши жили нормально. Чтобы дети нам достойные давали. Это все делается для народа. Для нашего удовольствия. Что-то они хотят делать хорошее, все такое, чтобы нам жилось хорошо. А тем более мы старые люди. Мы этим очень довольны. Все-таки мой голос где-то услышат. И то, что мы хотим, то и будет. Для страны, для народа, для детей и внуков. Отдать голос заранее можно до 7 вечера. Перерыв – с 2 до 4. Досрочное голосование продлится до 8 августа. Даже если вы находитесь не по месту регистрации, главное – иметь при себе документ. Например, договор арендной жилья. В основной день выборов 9 августа можно будет проголосовать за кандидатов в президенты с 8 утра до 8 вечера. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.